Я буду готовить рубленые котлеты по-домашнему. Нам нужно порубить курицу. Я предлагаю вам добавить карри. Все, и на полчаса убираем в холодильник. Вот так делать нельзя. Видите, от карри такой желтый цвет. Видите, цвет смотрите, какой классный. Что мне потребуется для соуса? Консистенция соуса такая вот должна быть. Ну что ж, наши котлеты готовы, пора пробовать. Привет, я Дарья Сагитов, это кулинарный киоск. Сегодня очередная вкусная история. Я бы назвал куриная история, так как я буду готовить рубленые котлеты по-домашнему. У меня здесь куриное филе. В принципе, вы можете взять бедро, возможно, даже будет сочнее. Но я предпочитаю курицу. Поэтому продемонстрирую свой рецепт, сделанный из куриного филе. Что нам нужно сделать? Значит, нам нужно порубить курицу для фарша. Примерно сначала нарежем вот такими полосочками, чтобы нам было удобно резать. Можете отбить даже, прям, будет вообще удобнее. Почему рубленые котлеты сочнее? Ну, потому что когда через мясорубку прокручиваете, все соки, конечно же, выделяются. И поэтому я, если дома готовлю, я всегда делаю рубленый. Тот же битш-текс, те же люля-кебаб. Нарезаем, значит, вот так вот сложили. И начинаем рубить. Если у вас есть топорик, можете топориком кухонным нарубить. Чем мельче, тем лучше. Если к ножу прилипает, можете добавить немножко воды. Такой лайфхак для вас. Небольшой. Видите, уже к ножу меньше прилипает. Так вот хорошенько вдоль и поперек, чтобы все мясо разрезать. Теперь пора замешивать фарш и добавлять специи. Так, значит, что мы в фарш добавляем? Соль, соответственно. Соль, перец по вкусу, да? Так, черный перец среднего помола, чтобы крупный не нужно делать, потому что может хрустеть на зубах потом. Я предлагаю вам добавить карри. Но я знаю, что немногие любят карри, но карри отлично сочетается с курицей. Я лично для пикантности добавлю у себя. А вы уже по своим предпочтениям отталкивайтесь. Также я для пикантности добавлю немного перца каенского. Я вообще люблю острое. Дальше у нас идет яйцо куриное. Обязательно мойте яйца, потому что на них содержится бактерия, сальмонелла такая. Это страшная болезнь. Я был свидетелем, приятель мой заболел, и из 100-килограммового парня он превратился в 60-килограммового мальчика. Поэтому будьте аккуратнее, помойте яйца, раствор уксуса немножко разбавьте, и проточной водой после промойте, и можете сложить в холодильник. Хотя, я понимаю, многие 90% людей этого не делают, но я вам советую. Яйцо одно на две грудки, наверное, где-то одно яйцо. Если вы делаете из одной грудки, то половинку. То есть в чашечку разбили его, разделили и добавили в ваш фарш. Теперь я добавлю чеснок, обязательно. Кстати, чеснок это единственный овощ, который может усвоить только человек. Представляете, я недавно вычитал такое интересное, никогда бы не задумался об этом. Чеснок мелко нужно нарезать. Лучше через терку, если удобнее вам через терку. Прямо так по доске раздавите, чтобы масло выделило. Сразу аромат пошел, раздавил эфирные масла его. Так, ну понятно, да, если у кого-то есть аллергия на то или иной продукт, то его исключаем. Соус провансаль, как мы говорим в ресторане, мы обычно в ресторане, блюдо, название блюда, майонез не пишем, пишем соус провансаль. На самом деле это майонез. В некоторых местах я как-то зачитал название блюда, там, цезарь с цыпленком. На самом деле это обычная курица, просто с цыпленком звучит более эстетичный. Кстати, всеми любимый майонез был придуман во Франции в конце 19 века. Соус сделан на основе куриных желтков с добавлением растительного масла, лимонного сока и горчицы. Майонеза несколько ложек, оно придаст сочности и промаринует, в принципе. И все специи, которые содержат наш фарш, он просто впитает в курицу. Прежде чем замешивать, вы добавьте муки, либо крахмала, либо кукурузная мука. Ну, может, по каким-то причинам мука кому-то не заходит, поэтому крахмал тоже идеально скрепит ваш фарш. Немножко, прям вот пару столовых ложек на две куриные грудки. Мы замешаем, посмотрим. Если фарш будет жиденький, как говорится, то добавим еще муки. Опять же, на глаз все определяем. Так как закончим замешивать фарш, обязательно его погрузить в холодильник. Где-то на полчасика, как говорится, на ресторанном сленге, чтобы все продукты и специи поженились. И потом можете работать с фаршем, ну, то есть жарить. Можете на пару приготовить. Все, и на полчаса убираем в холодильник. Чтобы наши котлеточки были еще сточнее, мы туда добавим лук. Но предварительно его припустим, так сказать. Пожарим со сливочным маслом. Можно его добавить заранее, сразу в фарш. Можно добавить его при формовке котлет. Но если вы днем сделали, и вечером нужно вам готовить котлеты, то, конечно, лучше обжарить лук, чтобы он остыл в холодном виде, добавить его в фарш. Так как мы ждать не будем, поэтому можно его добавить горячим. Кстати, прежде чем добавлять в фарш лепчатый лук, советую его предварительно обжарить. Во-первых, это избавит его от лишней влаги. А во-вторых, продлить жизнь вашей заготовки на несколько дней. Да, в целом, этот фарш не особо подходит для того, чтобы, допустим, сделать его много. И он, чтобы несколько дней стоял. Нет, так надо моментально, то есть приготовил и сразу готовить с него. Потому что у нас и чеснок содержит. Так, значит, лук я жарю оливковое и сливочное масло. Вы знаете, вот сколько раз хотел объяснить, какой он вкус, в принципе, дает это сливочное масло. Но не могу никак сформулировать. Но они прям идеально сочетаются в целом. И даже при обжарке стейков, сливочное масло. Во французской кухне вообще все на сливочном масле. Масло, масло, еще раз масло. Это девиз французской кухни. Сначала мы добавим, точнее, обжарим лук, а потом добавим сливочное масло, чтобы оно у нас не горело. Масло должно быть большое количество. Прямо, чтобы он прожарился хорошо. Лишнее всегда можно откинуть на сито, либо дуршлаг, и лишнее масло стечет. В принципе, можно сейчас уже добавлять масло, вот такое количество достаточно. И помешиваем. Вот до такой степени прожариваем лук. Видите, у него такой карамельный он, ореховый цвет, такой коричневый, красивый. Колер мы называем на сленге, на кухне. Так, вот обжарили. На край сковородочки вот так лучок. Лишнее масло сейчас стечет. Можете подложить вот так ложку. Или на край доски лучше вот так вот. Все, сейчас все стечет. Даже когда картошку жарится, так же можете. Картошку пожарили, потому что картофель нужно жарить в большом количестве масла. Потом вот так на край сковородки все лишнее масло стекло. Фарш наш, в принципе, уже поженился. Замечание. Вот так делать нельзя. Делать, что я имею в виду, класть с ложкой, либо с половником, суп. А то у меня были случаи, когда оставляли ребята, повара, и получали за это люлей. Окисляется, быстро пропадает. И желательно вся емкость, которую вы используете, всегда протирайте, чтобы не было воды на емкости. Протерли и потом уже погружайте продукт, который вам нужен для сохранения. Добавим теперь сюда лучка. Вот так вот. Замешаем. Масло, в котором мы жарили лук, оставляйте, и там же можно пожарить котлеты. Ничего страшного, если у вас там при горке лука будет, они не сильно-то испортят. Да и вообще не испортят. Я вам предлагаю две вариации. Вы можете просто обжарить котлеты под крышкой, А я сделаю с соусом немного. Даже если у вас котлеты суховатые получатся, то соус обязательно это сгладит. Поэтому я вам покажу соусом вариацию. Но также вы можете, то есть второй вариант, просто обжарить котлеты, либо довести в сковородке, либо довести в духовом шкафу. Смачиваю руки, прежде чем начать формовку. Куда, наверное, многие женщины, которые готовят, или парни дома, знают прекрасно, что фарш прилипает к рукам. Вы можете взять немного растительного масла, так, на руки, чтобы фарш не прилипал. Может, кто-то впервые вообще решил готовить котлеты. Такое тоже может быть. Так, и все, начинаем формовать котлеты. Они не должны быть тонкие и не должны быть слишком толстые. Так, нагрели сковородку. Можете круглый, можете вытянутый. В принципе, вообще форма не имеет значения. Как вам нравится. Вот так вот. Видите, от кари такой желтый цвет. Но он, конечно, не проявит себя, когда они будут готовы. Но по вкусу будут клево. На самом деле, я впервые добавляю кари сегодня. Вот ребятам за кадром рассказывал, когда собирался, собирал продукты и в отделе специи у себя на кухне наткнулся на кари и подумал, что было бы неплохо добавить. Кстати, не бойтесь экспериментировать, раскрывать для себя новые вкусы приготовки. С возрастом вкусы меняются. Тысячу рецептов котлет. И все они вкусные. Ну и я не встречал людей, которые не любят котлеты, на самом деле. Но мифы ходят, что такие существуют. Вот. Видите, цвет смотрите, какой классный. И про те пригарки, которые я вам говорил от лука. Ничего страшного. Теперь я отставляю котлеты. И начну делать соус. Что мне потребуется для соуса? Для соуса мне потребуется сметана. Томатная паста. Томатная паста в два раза меньше, чем сметана. И вода. Теперь мы это все замешиваем. Так, сейчас я замешаю соусы и примерно покажу вам, по какой консистенции он должен быть. Вы не думаете, что это жидкий, потому что мы будем его наливать туда и под крышкой. Как бы за счет соуса на пару будет, то есть выпаривается вода и готовится наши котлеты. Поэтому я их не дожарю. Жидкий кефир такой должен быть по консистенции, да, чтобы объяснить вам. Потому что, чтобы рассчитать, что вода еще выпарится, что соус же должен быть густой. Можете добавить немного перца. Солить пока не надо. Когда выпарится, мы досолим. Так, наливаем. Сбавляем температуру и под крышку. Какой-то негодяй увел у меня крышку, поэтому пришлось выйти из ситуации. Да, это не эстетично, но накрою я тарелкой. Небольшая температура, где-то средняя. И примерно где-то минут 10-8. Идеально. Ну что ж, наши котлеты готовы. Пора подавать. Смотрите, вот консистенция соуса, вот такая вот должна быть. Не густая. Потому что, если оно отлично работает, когда вы пересушили котлеты, соус сглаживает этот момент. Гарнир тоже на ваш выбор. Как известно, к котлетам любой гарнир подходит. И вот так вот полить котлеты. Вот так, зеленушечки для контраста цветов. И зеленый лук, вот прям, он как раз сочетается с курицей. Ну что ж, наши котлеты готовы, пора пробовать. Ну мне нравится очень. Я критичен к своей идее. С вами был Далер Сагитов. Оставляйте комментарии под видео, ставьте лайки. Это поможет в продвижении моему каналу. И помните, еда это не только потребность, но и удовольствие.